. 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 домой есть курица с сыром что то не прийти и июня и он не видит игры которые поняют он знает какие сломать может даже ненавидеть их всех потому что он безумодный ебаного он лучше от всей краски давайте этим играм попробовать лучше не играть их, но говорит тебе почему он злоботаник в видеоигр и он здесь я обожаю ночейной консюрсности божественски теперь два года назад я играл в кучу бибельских игр да уж теперь поверьте их на самом деле больше мол кто делать в видео на основе библии к че ты так поступила к игре со сузанецу если бы я был богом я бы разозлился во первых давайте проверим исход пришествие в землю аббитованную что че ты возьми это чтобы начали игру дождите, изображение на экране телевизора дождите пожалуйста 7 секунд выждите выключение и выключение включение вот это да, довольно много разнотуток для того чтобы начать чертову игру играйте за моисея я думаю это причастие у него на землю он должен прийти через любит и снять во всём и забирать мешки с буквы М я не знаю об этом, это просто игроломка это играбельно в зону вы должны собрать определенное количество предметов чтобы появился выход я даже не знаю точно что это за предметы но это означение цепь не означает что вы должны раскрыть каждый квадрат но это так излишне это действительно одна из игрок где вам нужен трубоконтроллер так выход появляется и вы берете его тогда вы получите кучу библейских вопросов как царь Египта сказал еврейский мошкунзер убить младенца мужского пола и убить всех младенцев убить всех детей я играю в игру Несс надпись убить всех детей и знаешь что это неправильный ответ так что это решение назначается эта игра потому что они придумали убить всех детей таким образом на каждый вопрос на который вы отвечаете правильно вы получаете то еще библию но вы получаете жестокую гордину кого то бьют и зачем вы до следующего уровня вот так однообразно в общем я иду полностью в середине о нет теперь должен пройти весь путь назад ну вот что то возьми это нелепо вот так что я думаю тут среди знаки которые должны получить все потом где выход вот это снова там вот боже мой мне хватит с этим дерьмом что дальше давайте попробуем вновь ковчег разве мы не играли то уже помните в библийских включениях болотые игры мим из которых был ноев ковчег это глупый демок, где забираешься стадо животных там когда конечно есть печально известный супер 3д ноев ковчег единственная неизвестная игра супернеса которая оказывается клоном был хейнштайн где вы собираетесь снимать коз так что у нас теперь есть еще одна игра в новом говчеге но в этом есть что то совсем другое что это такое это было фактически лицензировано не дельда кто это сделал хорошо теперь мне действительно любопытно это было на самом деле прилично ну вот в общем только в Европе что означает что это в формале пал его нельзя играть на наносе в американской НС у нас есть топ лодер это играет что угодно игра неплохая но чертовски странная почему коренные американцы во времена ноя и почему он превращается в рыбу если бы они и животные могли превращаться в рыбу им даже не понадобится огромный ковчег кроме того это вообще боль в заднице потому что прыги могут то есть тощить половину своей жизни одним ударом даже самые кручные вещи которые как пчелы отнимают почти всю вашу жизнь и есть много вещей которые вы даже не можете коснуться и его умеете мгновенно это делает почти бессмысленно даже иметь бар жизни также есть скрытые бонусные этапы но если вы найдете один из них это не вернет вас таки образом вместо того чтобы возвращаться в игру и уйти вы остановились возвращается в начало этапа что это не чушь но целью в этом проимеет за счет так далеко чтобы назвать это игрой хорошо а что дальше ооо джошуа это выглядит весел правда о нет разве это не выглядит знакомо ну то же самое что и исход ну что вычеркивать это из списка какой смысл обожать одну и ту же игру дважды разница лишь в том что вот из джошуа полагаю и это что есть голос бутмера джошуа что есть более странно эта игра является копией игры который является копией другой игры кристалл майндс черт ну вот маленький урок истории color dreams была компанией производящей все единицы игры для нес это компания комиксы кэскоуд и рейд 2020 может быть я рассмотрю в 2020 году во всяком случае color dreams по любой причине решили что хотят начать делать библейские игры теперь под названием дерева мудрости в сути они перерабатывают некоторые из своих старых игр color dreams добавлены характеристики игр но в мире здесь у нас есть мэнэс пидж который был совершенно русской советной фандой давайте оборваем это так что это пляж угрозы в против какой ребенок из геолога пытается спасти какую-то девушку это нечувидно нечистосским контролем практически диапазоном атаки в самом разрешающем дизайн уровне который когда-либо видел но самое интересное в итоге вы можете каждому уровню ты видишь как твоя девушка умоляет тебя спаси ее и каждый раз ее держит постепенно исчезает первый раз играю игру я даже не знал что происходит она говорит а вот здесь так долго моя одежда начинает гнить серьезно это единственное объяснение я думал что на уме этот голод прежде чем ее одежда сгниет но самое смешное в том что самый смешной эффект заставит вас играть в игру потому что играли его быстро это позволяет задуматься сколько ее одежды сорвется за какая-то получили ужасную любимую игру но есть девушки из моей одежды все что ты должен продолжать играть как это против библейскую игру что ж давайте узнаем здесь наступает воскреснение фундай может быть и не интересно узнать но на самом деле это последние годы сделаны для NES это было уже в 1999 году о нет 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 это игры о парень давайте попробуем у всех вот падение рыбы хорошо вы рука который пытается отводить падающую рыбу и бросить ее в плавающую казину какое это имеет отношение к библии что значит ловить рыбу в порошон и бросать ее на электрического угля оп может есть угля какое отношение имеет библия о ну ладно там есть несколько библейских стихов теперь это имеет смысл что давайте попробуем 4 хим какие это караоке пожалуйста теперь когда я потратил пустую свою свою все время давайте играть в сандэй фэм но точнее на меня есть а бич просто помните это действительно игра это точно такая же игра теперь есть несколько значительных различий но мы добьемся на них по всхолу дела визу что пытается спасти вашу девушку то что проверьшь как я скажу тебе ты пытаешься попасть в искрестную школу да теперь насколько это глупая идея которую я когда послышал об игре я не понимаю почему это так сложно кто это яростные теисты которые не хотят чтобы выходили в церковь достаточно того что весь голод пытается тебя остановить но это с летающими клоунами ручки выходят из ящиков а животные выходят из клинозонных отверстий чем проблема этого парня ну почему все хотят его смерти я бы сказал что у него целый день и самое смешное он вероятно попадает в церковь и даже не упоминает об этом что он делал сезонным прицерковью ухажая более мужа уже работают какого-то клоуна потом прошел сезонно избил кучу сантехников я вскочил на кушку раскачил на кучу бужины дерьма затем я бросил бомбу сорвал с лица какого-то парня да посмотри на это лицо о боже это так жестоко теперь вместо раздевания цепочки начать эту неделю кто не делал ничего комик как ворчит единственное что я заметил что это было изменено это некоторые из врагов гнизы теперь дети а эти парни прожили на элбис а теперь сантехники дьявольский рок-н-ролл элбис был слишком для религиозной игры но все со мной подходит идеально почему птица появляется каждый раз когда ты кого-то убиваешь твоя атака такая жалкая кажется вы должны продолжать кататься в нем людей нажимая кнопку во всяком случае что ты должен делать просто крутиться посмотри на это я все еще пытаюсь ударить этого парня еще один настоящий недостаток в том что он продолжает темнеть так и сражает о давай черт возьми чертов выключатель о что за хрень о чувак все что я пытаюсь сделать это идти вниз и вправо я не могу это сделать ой деймо когда вы не хотите чтобы пружины отсталкивали вас они делают а когда ты этого хочешь они этого не делают что за хрень почему это не подпрыгивает меня я не знаю о чем это и пытается заставить их стоять рядом с бомбой до смешного трудно давай конечно он не подойдет к нему ладно отлично он смеется у него есть две бомбы готовые взорвать вот он и черт возьми хорошо посмотри на это это хорошо но мне нужно вернуться чтобы получить возможность решать жаль что я не могу прыгнуть достаточно высоко вот проблема этот маленький уступ не должен был здесь это естественно потому что как только вы там вы застряли о блин убери меня от бомб я ненавижу эти чертовые стощики гах я ненавижу эти чертовые вещи они худшие черт эта игра так издражает посмотри на это я попал во ушко какой-то друбе там нет пути вниз что я пытаюсь застать на пол и пойти по ним но резервная весна которая подходит какая весна вы про чё говорите вообще я отскочил повсюду вот и перевод вообще дебильный ой чё блин я удивлён это игра действительно очень сложная в данном образом вязать этого дерьма прямо здесь некоторые отскакивают от вас а некоторые отскакивают от вас два раза одно и то же сказал что за дебилизм но нет четко различие они все выглядят одинаково сначала есть шаблон вверх вниз вверх вниз вниз очень мило таким образом этот чертовски глупо думать что есть образец но пытайтесь избежать этих пружин практически невозможно но вы чё то возьми эту игру долблый кусок дерьма почему все хорошо зато дерьмо он мог бы на самом деле сделать это блин блиин опа Ай. Хорошо, с этим хватит. Пошло время обернуть вещи. У меня есть кое-что, что растут за крышку с почкой дерьмом. Время шоку выезжать в дерьма, понимаете? Тебя поможет, это любая скидка на CDI. Да, мы живем на грани. Больше похоже на жизнь по молитве. Во-первых, у нас есть Моисей, исход. Честно говоря, сказать особо нечего. Это обстановлено вызвательный инструмент заболения в некоторых игр. Во-первых, это последование пирамиды. Это особная игра. По сути, вы исследуете пирамиду, игра в точку и щелчок. У них хорошее, которое на самом деле задает, воздумать. Это непросто. Это объясняет, что вы должны делать. Иди сюда, иди туда. Самое глупое баллонское демо, которое ты никогда не послышал. Я идол, а потом обогнаю за многие. Кто-то внизу поклоняется мне. Что это, робот? Но давайте мне дать вам краткий обзор других вещей. Сначала у вас есть этот анимированный рассказ о Моисея. Моисей доверял Богу. Он знал, что несмотря ни на что, Бог позаботится о нем. Тогда у вас скажи больше, что он становится просто больше окошесо о Библии. Во время Моисея Желтого могла быть животным, как бык. Тогда у вас есть Библия, которая является просто открытым из Библии. Тогда у вас есть пиговая комната. Первое, что вы измените, замените, это пение. Как будто она была песня для караоке. Но скажи мне, почему Моисей и я граффити на стене? Тогда есть загадка слайдера. Ничего не скажешь об этом. И затем есть книжка-рассказка. И что это другие вещи становятся зрели на ослами. Ты прошла на Марио Пейнт, но очень сложно контролировать. Серьезно, у вас указали просто пыль любит повсюду. И что здесь возьмите с бесход? Показал, это мило. Тогда есть это соединение к верну точек. Если вы выбросите точку, вы получите раздающий голос. Если вы получаете точку, вы получите раздающий голос. И это никогда не кончается. И это действительно необходимо, мол, что они чертовски сумасшедшие. Но в любом случае, это все, что можно сказать об этом. Две другие игры, одно и то же. У них все одинаково пиглом, кипение и все такое. Единственная, реальная разница, главные игры. У Дэвида Голиафа есть игра-настольная игра. Я Голиаф. Вы признаете на площади Голиафа, а это отправит его обратно. Но нет ни меня особого смысла, потому что вы никогда не видите всю доску. Так что вы не знаете, где Голиаф. Но это как, если вы играли на поле и смотрели в игру. Никогда не знаете, что происходит. Последний гейст Зои Самсона, есть игра Reddys Rays. Так где был Риддлер в Библии или я этого не знал? Так что, по сути, вы артист на пути к игре на арфе на свадьбе Самсона. Но за тобой куча людей, если они тебя поймают. Хорошо, хорошо, я думал, что я закончил. Но, на самом деле, больше нет в Библииских игр. Либо кремнее те, которые, на самом деле, конфидируются как игры. На Геймбойе есть один, который называется Библией Гороля Джеймса. Это крайне редко, но всё это... Буквально вся Библия на каждой же Геймбойе. Так, я собираюсь подвести черту руку прямо там. Так, счастливых праздников и всего такого дерьма. Счастливого Родчества, всем и всем доброй ночи. Ну, какая-то эта игра тоже, чем он лучше, главное. Хотя, какие из них сосуд больше всего, условно-то их видео и игр здесь.